здравствуйте уважаемые друзья сегодня у нас без тях пьящик номер один в казахстане вот мы значит с тобой должны сегодня поговорить о дизайне перед вами провинился тринадцатый номер и да и вот и программа у вас номер 13 программа номер 13 вот ответь мне пожалуйста что тебе нравится вы еще как относим дизайну что это для тебя в твоей жизни для меня дизайн то есть играет определяющую роль при выборе отелей вот и это наверное единственно сильно сталкиваюсь с ним просто потому что я люблю путешествовать и люблю останавливаться в хороших гостиницах черпать вдохновение и все остальное да то есть я мечтаю все это воплотить у себя дома но у меня почему-то все время возникают проблемы с деньгами потому что я их трачу на отеле на дизайнерские отели чем отличается по-твоему дизайнерские отели вот скажем георга 5 или там еще майора классического нет то есть что касается классики там и стиля барокко то я его категорически не приемлю если у меня есть возможность избежать этого останавливаться в таких отелях то я всегда его избегаю вот я люблю как бы минимализм мне очень нравятся большие открытые пространства вот мне нравится там однотонные цвета и поэтому я стараюсь выбирать отели которые далеки от идеалов моих родителей да и там достаточно большого количества богатых людей в казахстане вот для меня кровать и огромное пространство вокруг потом можно ходить и бегать и беситься гораздо важнее и интереснее и поэтому у меня там есть любимая сеть отелей в мире где я стараюсь останавливаться вот и где это более или менее учтено ну тоннальные кровати по длиннее нет вот проблема с длинными кроватями она существует казахстанских отелях то есть я нигде в мире особо не встречал чтобы были кровати с задником да то есть просто они понимают что бывают люди выше двух метров наши казахстанские люди не верят в это нету даже вопрос на казахстанских не тоже не тоже понятие казахстан кровати когда донаприозе но да ну то есть но почему-то не фита выбирают с порогом вот внизу да то есть и спать на них практически невозможно я в бытный журналистам поездил достаточно по всему казахстан ну и сейчас летаю на то есть и часто встречаю такие кровати на которых я не могу заснуть какой-то тебе понравился больше всего каком какой стране это есть сеть отелей которую я люблю да то есть это шангрила вот я ее очень уважаю очень люблю стараюсь зарубежных поездок останавливаться именно там вот и у меня ни разу еще не подводил эти сеть отели вообще как бы азиатское гостеприимство оно сейчас гораздо лучше мне кажется да то есть последние поездки там вот на прошлой неделе я вернулся с Таиланда и Куалампура с Малайзии вот и останавливался там в отелях Hilton я понимаю как далеко ушли азиатские собратья вот в плане гостеприимства и всего остального ну да все меняется римская империя развалилась я слышал я читал на так гранюс об этом в дизайнерских отелях ну вот что тебе не знаю там больше всего нравится мне нравится продуманность то есть мне я очень люблю всякие фишечки всякие спрятанные вещи да там когда ты открываешь там ящичка это не просто ящичка это док для вашего планшета да и который соединяется со всей системой звуковой да в вашем номере вот мне нравится продуманность как оформлена ванная да то есть как душевая как то есть на самом деле такой немножко пафосный у нас разговор получается вообще не такой дурлан я проще гораздо ну тогда вернемся квартире вот квартирой как бы вы знаете что вы сами да и ваши ученики разрабатывали дизайн моей квартиры да и как бы сейчас его все равно надо будет переделывать да просто с рождением дочери все равно функционально некоторые комнаты должны быть пересмотрены и все остальные и в квартире я тоже постарался сделать оставить память побольше свободного пространства даже можно было ходить то есть я него не люблю захламление я не люблю резную мебель ажурную я не люблю бахрому да я люблю все очень функционально это чтобы легко стиралась чтобы легко убиралась чтобы не было проблем если там придут большое количество людей да и будет где рассесть понять а вот интерьер скажем где мы сейчас с этим он вполне дизайнерский но он вполне моем духе вот именно эта кухня она отвечает моим требованиям вот то есть здесь нет аляпистых цветов здесь все достаточно строго и выдержанно да то есть и металлический цвет он для меня достаточно комфортно вот я знаю что ты мало тусуешься да ты вообще практически во всех интервью подчеркиваешь отдельной строкой что ты совершенно никуда не ходишь и никогда не тусовался да и никуда ну тем не менее ты наверное все таки знаешь какие-то такие места которые тебе нравятся в миге мне нравится все это же мой родной дом в котором я отдал 7 лет своей жизни то есть поэтому я люблю каждый уголок да то есть и мне очень нравится там находиться я чувствую себя там как дома да фактически то есть в городе я посещал достаточно много в мест где мне нравится вот но я буду наверно банальным потому что мне очень нравится то что делает аскарбайт асфорд то есть эти ресторан где создается какой-то уют да то есть и мне уютно находиться то есть и я находясь там сидя в ресторане дель папа на форума нова калинина вот чувствую себя как там в маленьком ресторанчике время да ну то есть и мне достаточно хорошо неналетники а именно там внутри на этом ну и чувствуешь себя как в ресторане на мира комсомольской ну нет не чувствую себя так ну то есть у меня есть ощущение там он уносит и я понимаю что как бы есть и рестораны гораздо дороже гораздо пафосник где на ремонт и на мебелью потрачено куча нереальных денег вот но вы именно ощущение уюта и ощущение того что я могу себе все позволить здесь то есть у меня вот у оскара именно такое ощущение складывается с одеждой с одеждой ну честно говоря я не знаю я надеваюсь достаточно смело мне кажется для своего возраста вот но при этом я вижу я уже старый мне 32 года то есть я мне кажется что можно беситься до определенного возраста да то есть экспериментировать с одеждой и прической до 30 я думаю что можно да то есть но я очень плохо понимаю там молодящихся стариков ну для меня это но вы не молодящийся все равно то есть у вас все равно приближена классики так как вы одеваетесь у вас я не вижу ничего смелого в вашем гардеробе да вот сейчас конкретно да то есть и а есть люди которые вы все равно предвержены классики ну то есть хотите вы того или нет а скажем есть люди которые там несмотря на свой там 40 50 лет одеваются так как будто им 19 вот это я не совсем понимаю да то есть я приветствую любые эксперименты с цветами с фактурой когда тебе есть что показать когда ты светишься молодостью я работаю со студентами да и мы значит там проектируем рисуем план и на прошлом занятии была задача просто спроектировать туалет не ограничивал я их не ограничил ни деньгами ни площадями ничем у них были кабинки нет 50 на 70 то есть ты открываешь там сразу унитаз ты больше ничего даже ноги негде поместить я говорю вы что мысли я же вам не ограничен ничего почему нельзя взять там метр или два метра или три метра не знаю 10 метров взять ну вот типа все а потом попросил сделать туалет где два метра за полный таза рядом вот так между ними 10 сантиметров это вот что-то в голове есть такое чтобы в голове я могу объяснить это мой папа он учитель черчения да то есть рисование в деревенской школе деревню было на три тысячи жителей да и и а в определенный момент мы с папой как бы я потрачу кучу денег чтобы свозить папу в италию да в италию в испанию его францию да чтобы папа немножко посмотрел на те вещи которые у нас дома хранится дома были книги микельанджело да там картины всяких разных художников вот и я хотел чтобы папа посмотрел там и на на микельанджело и на венеру милоску и то что в доме было только на фотографиях в деревне да вот я вынес я увидел глаза отца то есть и я очень ему благодарен за то что он умел быть благодарным и он говорит что алишер вот у меня есть друзья достаточно богатые да то есть и которые не понимают зачем тратить деньги на путешествие зачем тратить деньги на то чтобы смотреть вот эти картины ходить там в лувр ходить музей ватикана да то есть ходить в галерею правда там и и везде то есть зачем это надо если можно купить очередную машину да там митсубиси делика да и гонять там по изгороду в деревню где они там живут а я говорю пап ну понимаешь то есть важно же чтобы масштаб и расширение вот чтобы вы видели другие туалет вот эти ваши ребята не просто не видели других туалетов то есть они не видели там то ли какие они могут быть какие могут быть ванны и все остальное но причем при этом что они же смотрят фильмы интересно да и не могу не кажется что у них и думы не такой совсем даже дома наверное больше ну то есть поэтому я думаю что вот чем больше люди путешествуют да то есть и не жалко денег на путешествие потому что это расширяется сознание ты понимаешь как можно поступить в ту или иную ситуацию то есть и ты видишь это все и ты видишь как можно это сделать да можно вот первый отель в котором я останавливался в корее в начале 90-х в котором я жил да то есть я захотел был унитаз стоял вот унитаз раковина стоял сбоку и вся комната была душа то есть все вместе было то есть после того как ты принял душ унитаз надо было вытирать тряпкой да потому что все здесь унитаз был в воде вот это же один путь развития когда ты все это умещаешь в маленькую коробку да в этих новостройках же тоже могли так сделать сэкономии вот но они ориентировались на что-то более большое да то есть там корейцы стараются жить в очень локальном пространстве да то есть они стараются на всем сэкономить да то есть я заходил в комнату у меня была сразу кровать и вот такой пульт который управлял всем и телевидением и радио и светом и кондиционером а там всем чем угодно да то есть они старались максимально использовать это пространство в этом году когда я ездил в корею я останавливался в шикарном пятизвездочном отеле одним из самых крутых в сиуле да то есть лотто называется вот и там проблема в том что шикарные отели хорошие номера но территория тоже очень маленькая ну просто потому что вот в корее в принципе нет ничего такого сильно большого до большой гонатуры квартир не считает необходимым да то есть и в этом отношении как бы мне очень нравится что когда вот есть пространство вот и чтобы это пространство видеть там ну то есть достаточно просто поездить не только туда да то есть в сторону кореи в сторону ручей в сторону турции да то есть можно ездить и в другую сторону да ну что мне кажется мы обо всем поговорили во всяком случае какая-то картинка сложилась твоего представления о дизайне не было интересно на самом деле и я с удовольствием пересмотрю хорошо ну тогда значит все мы на этом заканчиваем до свидания спасибо большое спасибо